Здравствуйте! На портале экзагет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем слова из книги Притчей, 20 глава, 24 стих, где говорится «человек не знает свой путь». В некоторых переводах это переводится как риторический вопрос «какой человек, кто из нас понимает свой путь?». И книга Притчей и вообще Священное Писание заставляют нас задуматься о своей жизни именно в перспективе пути. В повседневной жизни очень часто мы с вами живем, как в кинотеатре, перед нами мелькают сцены, кадры, и мы не успеваем даже участвовать в них, сопереживать. Жизнь проносится стороной. Иногда ты себя ощущаешь как актер, которого выставили на сцену. Ты должен играть в какой-то пьесе, ты даже не читал ее сценария. И разные бывают ассоциации с тем, на что похожа наша земная жизнь, наш человеческий путь. Но в Библии замечательный образ пути. И в нашем языке так и осталось. Мы говорим поприще, мы говорим жизненный путь. И что же такое путь? Конечно, в своей жизни мы продвигаемся вперед, мы совершаем некое шествие между тем моментом, когда мы приходим в этот мир, когда мы происходим, входим в бытие, рождаемся. До того момента, когда мы оставляем этот мир, покидаем. И чаще всего мы идем как бы на ощупь. И вообще образ человека в этом мире, это, конечно, образ странника, который в своей ночи идет по направлению к свету. Замечательная метафора. Каждый человек в своей ночи, в своем неведении, в своих ошибках идет по направлению к свету. И жизнь действительно путь. И, к сожалению, цель, она, с одной стороны, нам ясна, но, с другой стороны, мы ее не видим. Поэтому мы идем на ощупь. Поэтому время от времени возникают какие-то знаки на этом пути, что ты действительно не сбился с дороги. И, наоборот, некоторые знаки говорят о том, что ты совершил ошибку и нужно вернуться на правильный путь. Поэтому образ пути – самый распространенный и прекрасный образ для того, чтобы понять себя, понять свое место в мире. И понять, из чего состоит твоя жизнь. Для того, чтобы житейская суета окончательно тебя не захватила. И очень часто употребляется образ пути зерна. Человек совершает свой путь точно так же, как зерно, потому что оно прорастает, оно преображается, оно расцветает, колосится, оно приносит плод, оно умирает. Уступая место новому рождению, новому преображению, новой смерти. И так продолжается из поколения в поколение. Зерно умирает каждый раз для того, чтобы принести новый плод. И поэтому путь человека – это как путь зерна. Другой образ пути – это, конечно, паломничество или странствие. И это замечательный образ, потому что в паломничестве всегда есть какая-то важная цель. Святая земля или какая-то святыня. Или это может быть монастырь, или какое-то просто место покоя, отдохновения, молитвы, созерцания. И ты совершаешь этот путь для того, чтобы потом оказаться в этом пространстве света. И паломничество никогда не бывает просто путешествием ради развлечения. Это не бывает туристической прогулкой. Это всегда направленный путь. И не бывает паломничества, если в нем не бывает трудностей и испытаний, опасностей, которые нужно преодолеть. Потому что цель, к которой мы стремимся, стоит того. Более того, эта цель наполняет смыслом те житейские испытания, которые нам выпадают. Еще интересная метафора пути. На самом деле сам человек есть путь. И это может быть трудно понять сразу, но путь – это метафора человека. Мы сами для себя задача. Мы сами для себя задание, которое надлежит исполнить. Это не внешние задания, как задают в школе. Но все, что мы делаем в нашей жизни, это очень важно, это главное дело для того, чтобы мы стали тем, кем мы должны стать. Поэтому слово «путь» очень часто употребляется как образ жизни, образ самого человека. Наш путь – это образ нас самих. И чаще всего мы ведь себя не видим. Мы не видим ни своих достоинств, ни своих недостатков. Если рядом с нами честные, искренние люди, которые позволяют нам как-то себя понять или увидеть, нам повезло. Но чаще всего мы не видим. И поэтому в книге «Притчи» тоже говорится, что для всякого человека его пути чисты в собственных глазах. Имеется в виду, что мы своих ошибок не видим. Например, безумец считает, что его путь всегда прав. Он всегда прямой и правильный. Ленивый всегда найдет оправдание, потому что он не станет рисковать. И всегда найдет оправдание для того, чтобы не выходить из дома. Наконец, слово «путь» возникает еще в очень интересном контексте. Наверное, вы знаете, что христиан христианами впервые стали называть в Антиохии. И так стали называть враги – язычники или иудеи, преследовавшие учеников Христа. И поэтому они в насмешку стали их называть христианами. Возникает вопрос, а как они сами себя называли? Как себя называли первые христиане? В книге «Деяния» несколько раз указывается на то, что сами себя они называли адептами пути. Люди пути. Как прекрасно. Потому что действительно Христос о себе говорит, аз есть путь и истина, и жизнь. Поэтому это люди пути. Из чего состоит их путь? Это путь гонений, это путь столкновения с теми, кто их ненавидит. Это путь потрясений и какой-то житейской суеты и испытаний, через которые им надлежит пройти вслед за Христом. И поэтому это становится путь спасения, путь жизни, путь мира, путь праведных. Все эти образы так или иначе связаны с пониманием того, кто являются христиане в этом мире и чем они отличаются, может быть, от других верующих людей. Принадлежит ли нам право выбора пути? С одной стороны, да. Вообще слово выбор – это библейское слово. Бог, обращаясь к человеку, говорит, что я поставил перед тобой две дороги. Дорогу жизни, дорогу смерти. Выбери жизни. Выбери правильный путь. Потому что ошибиться – это означает не совершить выбор. Это не просто сделать неправильный выбор. Потому что выбрать смерть – это дорога в никуда. Дорога, у которой нет цели, дорога, которая ведет в погибель, она дорога в никуда. Она не может быть названа путем. Великий пост – это тоже поприще, которое нам предстоит пройти. И очень важно, что религия с ритуалами, какими-то предписаниями, внешними обычаями не так важна. И даже догматика не так важна. Но очень важен образ жизни. Очень важен именно путь, который определяется конечной целью. Ради чего все это и куда мы идем. Очень интересный образ используется в исламе. Например, мусульмане употребляют выражение «путь света». Человек из тьмы повседневной жизни, из суеты, из неведения, мрака идет к свету. И читая псалмы, мы тоже можем научиться какому-то новому восприятию своей жизни. Очень важно в какой-то момент понять, чем отличаемся мы, люди нового времени, от людей, которые живут в традиционном обществе и в русле какой-то традиции. Они укоренены в какой-то древности и вечности. Человек нового времени, мы с вами, в частности, воспитаны на культе прогресса. Мы смотрим вперед в будущее. Для нас самое главное – то, что будет впереди. Наш взгляд устремлен в будущее. 20 век внес некоторые коррективы. После ужасов Первой и Второй мировой войны многие люди задумались, а кто придумал эту странную химеру? Человек, если устремлен в будущее, он теряет настоящее, он теряет прошлое, он теряет самого себя. И, может быть, вообще эта идея прогресса, она какая-то немножко преувеличенная. И, действительно, если у вас возникало такое ощущение, то вы совершенно правы. Библейский человек живет совершенно в другой перспективе. И нам покажется очень странным. Потому что человек, который смотрит в прошлое, получает прозвище «ретроград». И очень часто мы говорим, что люди, которые уже устарели, перестали быть современниками этой жизни, они все время живут где-то в прошлом. Это старики, обычно которые оказываются на обочине. Потому что человек, который ретроград, ему нет места в нашем мире. Здесь есть какие-то нюансы. Но все-таки есть очень важная мудрость. Библейский человек устремлен в прошлое. И его можно сравнить с человеком, который совершает какой-то отрезок пути, затылком идя вперед, а взгляд обращен назад. Что это меняет? Это меняет то, что перспектива будет совершенно другая. Во-первых, ты понимаешь по-настоящему, что будущее от тебя скрыто. Оно у тебя за спиной, ты его не видишь. У тебя же нет глаз на затылке. Поэтому оно остается от тебя скрытым покрывалом. И мы действительно не можем увидеть будущее. Но зато твое настоящее и тот момент, когда ты находишься в этой точке пути, он вдруг обретает какое-то особое значение и весомость. Самое главное – это то, что мы совершаем здесь и сейчас. И поэтому в богослужении, в псалмах очень часто повторяется это слово «днесь», которое означает «здесь и сейчас». То, что нам нужно, предстоит прожить сейчас. Потому что завтра будет новый день, и он позаботится сам о себе. Но самое главное – это то, что вы должны сделать сейчас. И желательно это сделать самым наилучшим образом и хорошо. Когда вы досмотрите этот видеоролик, тоже наступит момент вернуться к вашей повседневной жизни. Попробуйте сделать как можно лучше то, что вы будете делать. Передайте это Богу, и Господь решит, что из этого можно потом сделать лучшего. И стоит ли гнаться за новизной? Задумайтесь о том, что новый и новизна – это то, что длится самое минимальное время. Самое новое завтра уже будет устаревшим и старым. И слова Священного Писания, слова мудрости, слова и те богатства, которые сохраняет для нас человеческая культура, наше наследие, они обладают вечностью, они останутся в веках. Тогда как самые современные электронные девайсы буквально завтра уже станут устарейшими. Такова особенность нашего времени. Ничто не длится долго, потому что все оторвано от прошлого, не укоренено в нем. И поэтому оно оторвано и от настоящего. И мы как будто гонимся за ветром, как говорит экклезиаст. Устремлены в мифическое будущее. Но мы не успеваем созреть. И, как сейчас говорят молодых, сменяют новые молодые. Мы не успеваем созреть для того, чтобы передать будущим поколениям какую-то новую мудрость, которая поможет им быть людьми, среди людей на этой земле. И старики уже не те, как очень часто жалуются люди. Но слова псалмов, слова книги «Премудрость» и «Священное Писание» нас возвращают вновь и вновь к размышлению о смысле жизни, о том, как копить мудрость, житейскую мудрость для того, чтобы совершить свой житейский путь. И чтобы этот путь вел в никуда. Но чтобы он имел свое продолжение в вечности и в будущих поколениях. И в вечности для нас самих перед Богом. На портале Exeget.ru с вами был Протерий Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.